Добрый день, меня зовут Маргарита. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня будет очень важное видео, которое касается очень многих людей про беженство. Кто смотрит меня уже давно, знает, что я этим вопросом никогда не занималась. Я никогда не снимала видео на эту тему. И многие люди меня спрашивали, я всегда говорила, что я этим не занимаюсь. И у меня были на это причины. И основная причина это то, что есть специальная организация, которая этим занимается. Были еще другие причины, сейчас я не буду говорить о них. Но в связи с тем, что сейчас происходит на Украине, война, очень много людей бегут, очень много людей не знают информации. Поэтому с этого момента я буду помогать всем беженцам из Украины совершенно бесплатно. Что нужно, какая информация, записаться на прием, куда-то отвезти, что-то перевезти. Все, что угодно, все, что в моих силах я буду делать. Единственная просьба, все контакты, которые стоят под этим видео, вся информация, которая там будет. Я, кстати, оставлю всю информацию, все сайты, все адреса, всю информацию, которая вообще нас собирала. И очень много, она каждой меняется. Поэтому я все поставлю, всю важную информацию. Поэтому, кто сейчас смотрит это видео, распространяйте его, потому что это будет очень-очень-очень важно. Так вот, вся контактная моя информация, все контактные мои данные, которые стоят, я буду отвечать. Единственное, что не звоните, потому что мне и так звонят с утра до вечера, ночью, утром, выходные. То есть не звоните, пишите, пожалуйста, что вас интересует, что именно вам надо, как вас зовут, контактный телефон. И я или с вами свяжусь, я вам перезвоню, или вам отвечу, в зависимости, что именно вам нужно. Но, пожалуйста, не звоните, я трубку все равно брать не буду. То есть это мой телефон, который рабочий, и я только отвечаю на него на письменное, какие-то почту, на WhatsApp, на Viber, все что угодно. Но я не отвечаю на телефон, а на телефон я отвечаю только, когда мы уже договоримся о конкретной встрече по телефону. Так вот, беженство. На данный момент очень много информации, очень много из разных источников. Поэтому я насобирала именно то, что из официальных источников, то, что на данный момент работает. Сегодня 5 марта 2022 года. Итак, как вы уже, как, наверное, многие знают, беженцы из Украины, люди, которые ищут, где им остановиться, что им делать, они знают, что была принята резолюция об активации временного убежища для украинцев. То есть это не беженство, которое мы знаем в обычном понимании, а это специальный режим. Я сейчас объясню, что это такое, в чем разница и что нужно делать. Этот временный режим, что он дает? Он дает вам разрешение находиться в любой стране ЕС. Не важно, какая первая страна была пересечения, потому что для обычных беженцев первая страна пересечения, там нужно просить беженцев. На данный момент именно по специальному этому режиму можно просить в любой стране ЕС. Куда бы вы ни попали, где бы ни хотели находиться. То есть первая страна была бы или Польша, или Молдавия, или другая какая-то. Но если вы хотите ехать в другую страну, например, у вас там знакомые, родственники, или вы хотите поехать именно в ту страну, почему-то, по какой-то причине вы можете ехать. Кстати, по всей Европе поезда бесплатные. По всей Европе вы подходите, там, где продают билеты, с вашим паспортом украинским, любым, загранпаспорт или обычный. Показывайте, что вы из Украины, и вам дают бесплатный билет. То есть вы можете спокойно продвигаться по всей Европе туда, куда вам нужно. Так вот, если вы попали в Испанию, я сегодня буду рассказывать именно про Испанию, и в основном про Барселону. Потому что я живу в Барселоне, и я насобирала информацию про Барселону. В каждом регионе есть свои пункты. В принципе, это все будет очень похоже. То есть я думаю, что была создана плюс-минус одинаковая база. Но сегодня буду рассказывать именно про Барселону. Так вот, если вы в Барселоне. Временный режим. Что он вам дает? Я уже сказала, это резиденция на год и с правом на работу, жилье, еда, социальные выплаты, медицина и школа, если у вас есть дети. То есть, в принципе, полный комплект для минимального существования у вас будет. То есть вы нигде не пропадете, по крайней мере в Испании. Что для этого нужно? Если вам нужен именно временный этот режим, да, именно пойти по этому закону, то на данный момент, так как это было принято еще только в четверг, то есть получается 3 марта, и каждая страна должна принять свои уже подзаконы, акты, резолюции и так далее. То есть, как нужно действовать в этой ситуации? Испания еще ничего не приняла на данный момент. Я надеюсь, что это будет на следующей неделе. Но в Испании, если кто в Испанию едет, не нужно ждать, что это будет в понедельник или во вторник. Дай Бог, чтобы это было к концу следующей недели, чтобы они приняли хоть какой-то механизм. На данный момент его нет, поэтому не переживайте, не нужно там бежать и, не знаю, запишите мне на прием, мне сказали, что нужно, а там нету этих сид, не все сидят днями, ночами. Не беспокойтесь, в самом начале вы просто ориентируйтесь, где вам жить, куда вам идти. Все, и спокойно. Вот, для этого есть несколько вариантов. Первый вариант – это через посольство. То есть, вы приезжаете, например, в Барселону, вы отправляете письмо в консульство, в заголовке пишите рефужио, то есть это беженство. Пишите ваше имя, фамилию, документ, сколько вас и ваш контактный телефон, и тогда вам будет подыскиваться жилье. То есть, через консульство они работают с местными властями и подыскивается какое-то жилье временное для людей, которые приехали из Украины. Второй вариант – вы обращаетесь непосредственно в организации от государства, от местного правительства. Уже была создана централизованная платформа, где вы можете так же само написать письмо, но здесь можно даже написать письмо или на испанском, или на английском. И то же самое – сколько вас, если там дети, нужна ли медицинская помощь, то есть вы все, и ваш контактный телефон. То есть, это вы все описываете и с вами связываются, и вам предоставляют тоже жилье, еду, то есть, если нужна медицинская помощь, то есть вам это все предоставляют. Также можно пойти непосредственно в такие организации, которые занимаются беженцами. То есть, это Красный Крест, ИАР, Сайер, ну то есть их множество. Я все контакты оставлю, все полностью. И письмо, и почту, куда отправлять на консульство, и почту, куда отправлять в местные власти и так далее. То есть, я все контактные и телефоны, и почту, куда что писать, я все внизу, под видео, в описании видео я все оставлю. Также вы можете позвонить по централизованному номеру 012, прослушав там все, что там они скажут, нажать 0, и вас обслужит украиноязычный человек какой-то. То есть, тоже возьмут все ваши данные и отправят письмо по электронному адресу. То есть, вы можете ли сами это сделать, но если вы не знаете ни ангелийского, ни испанского, то, в принципе, вы можете позвонить телефоны. Если вы находитесь за пределами Каталунии, то можно позвонить по обычному телефону стационарному, по телефону стационарному, я сейчас его сюда вставлю. Вот, и тут так же самое прослушаю, и вы нажимаете кнопку, чтобы поговорить на украинском языке, и вас обслужат. Очень важно знать то, что здесь, в Испании, принимают беженцев. То есть, они все очень хорошо к этому относятся, не боятся. Они выделили 500 тысяч евро на это, чтобы оплачивать хостелы, чтобы оплачивать адвокатов, чтобы оплачивать медицину и так далее. То есть, в этих центрах вам помогут с информацией все, что вы должны делать, куда вы должны идти, каким образом вам найдут еду, жилье, медицину. То есть, если вы не знаете, куда пойти, то есть, у вас никого нету, то вы обязательно обратитесь по этим телефонам и по этим электронным адресам. Обязательно тоже, если вы можете обратиться, но не факт, что вам ответят сразу на следующий день. Многие говорят, что не отвечают по три дня, и люди не знают, что делать. Поэтому вы параллельно желательно тоже ищите какой-то вариант, где бы остановиться на первое время. Может, у знакомых, у друзей, друзей знакомых, где-то пишите. И очень много людей откликаются, очень много людей помогают. И поэтому как-то старайтесь, чтобы параллельно тоже как-то действовать. Потому что так как очень много беженцев, и никто не ждал этого всего, что это будет война, поэтому сейчас постепенно, конечно, это все налаживается. Но я так понимаю, что каждый день будет все больше и больше беженцев. Поэтому, может быть, даже не сразу, и ни в первый, ни в второй, ни в третий день вам ответят. Так вот, чтобы вы понимали, что эти все организации через посольство, через организации, которые занимаются беженцами, через местные власти, они все предоставляют плюс-минус те же самые условия. И самое основное, это, конечно, жилье, еда, медицина и информация. Плюс-минус все одинаковые. Поэтому пробуйте через все, наверное. Если вы уже где-то получили, обязательно отпишите в других местах, что вам уже не нужно. Также очень важно, потому что я затрону ту категорию людей, которые находились уже здесь, в Испании, и которые или в долгое время находились без документов, или те, которые приехали в отпуск отдыхать, или, в общем, украинцы, которые находятся здесь, и которые не могут сейчас приехать в Украину, соответственно, и неизвестно, когда они смогут. Их упомянули в резолюции. Эта категория лиц может подавать на международную защиту, то есть не временную защиту для беженцев из Украины, которые убежали после начала войны, во время войны, а именно те, которые уже были или в отпусках, или просто здесь жили и работали нелегально, то есть они могут подавать на интернациональное беженство. То есть просто обычное беженство, которое мы знаем и всегда оно было. То есть там процедура плюс-минус такая. Вы должны придется именно в специальной организации, если вам негде жить, если у вас нет денег, то есть вас обеспечат жилье, еда, медицина, школа, то есть это вас все обеспечивает именно организация. Или если у вас есть средства к существованию, вы можете это все оплатить, то в этом случае вы тогда просто записываетесь на прием в полицию, у вас будет собеседование, вы рассказываете, что с вами произошло, почему вы просите беженство. Обязательно продумайте очень хорошо, что вы там будете рассказывать, почему вы не можете вернуться, и почему вы здесь находитесь. То есть нужны какие-то доказательства, что-то нужно очень хорошо продумать, потому что в последнее время очень много отказов было, потому что многие приезжали, рассказывали, не было никаких доказательств, и мы отказывали, соответственно. В данный момент, это мое личное мнение, это я так думаю, что те люди, которые уже здесь были в Украине, которые попросят беженство интернациональное, международное, то я думаю, что им дадут именно карточку резидента, потому что и так понятно, что в Украину они вернуться не могут сейчас, и я думаю, в ближайшее время тоже, потому что много городов разгромлено, конечно, в зависимости от какого региона, но много городов разгромлены, дома, квартиры, школы, университеты, ну то есть там ужасно все, поэтому подавайте, если нужна какая-то помощь, пишите, хорошо, я обязательно, все бесплатно, я буду помогать, конечно, по мере возможности. Еще один момент, который я хотела рассказать, что, чтобы понимать, да, то есть когда вы просите хоть временно защиту, хоть интернациональную защиту, да, международную просто беженство, вам предоставляется жилье, там еда, но чтобы вы понимали, что это не отели, это не курорты, то есть уже в последнее время люди, которые рассказывали, говорили, что это были уже, конечно, там хостелы какие-то, там какие-то, там, не знаю, квартиры, какие-то центры, они, конечно, были, ну это не отель пятизвездочный, то есть это достаточно все скромно, то есть если в самом начале люди, вот беженцы рассказывали, не давали и квартиры, и социальную помощь достаточно большую, то в последнее время этого уже не было, Было все достаточно скромно. Поэтому так, чтобы вы понимали, что это, конечно, будет скромно, это будет, знаете, на такую скромную, обычную жизнь вам будет хватать. Но я думаю, что по сравнению с теми людьми, которые сейчас находятся в Украине, и что сейчас с ними там происходит, и как они там живут, здесь, конечно, это будет рай. И я думаю, что это будет большая помощь от государства, от организаций, которыми этим занимаются, и от обычных людей, которые этим занимаются, которые помогают, кстати, тоже очень много помогают украинцам, бесплатно информацией дают квартиры свои, свои комнаты, свою одежду, свою еду. Ну, в общем, я надеюсь, что это видео было полезным, информативным. Я в своих соцсетях обязательно буду вас информировать о каких-то изменениях, о каких-то новых процессах, как это будет, потому что для временной защиты, для людей, которые приехали сейчас из Украины, непонятно, что дальше делать. Ну, то есть, или записываться на прием, как обычные беженцы, или ждать, или какой-то, потому что, в принципе, должны принять какую-то новую резолюцию, новый какой-то, наверное, подзаконный акт, новый механизм для таких людей, потому что, если воспользоваться старым способом, то это все намного дольше, медленнее. Я думаю, что, наверное, как-то придумает другой тип, может, другую организацию, которая будет этим заниматься. Ну, пока непонятно, я буду держать вас в курсе. Я все буду выставлять, или в соцсетях, или отдельное видео подробно буду снимать. Смотрите в шапке профиля, в описании видео. Я напишу всю информацию, все контактные данные, вот по каждому, да, то есть, куда адреса, телефоны. Обращайтесь, кому что нужно, какая-то помощь, информация, что-то сделать. Я обязательно помогу, по мере возможности. Только, единственное, еще раз прошу, пишите, хорошо? Или на WhatsApp, или я его сейчас, кстати, включу. Очень давно его не включала, не смотрела, потому что после этих всех событий, после начала войны, очень переживаю за своих. Я из Украины, и я сама из города Сумы. Сейчас там просто ад происходит. У меня есть друзья в Харькове, у меня есть друзья и родственники в Киеве. Ну, то есть, города такие, которые вот самые-самые-самые. В общем, очень переживала и переживаем. Молимся, чтобы они были живые, здоровые, чтобы все это закончилось, и люди нормально могли вздохнуть и посмотреть на мир, на небо, на голову. Как это ни звучит банально, но это так. Берегите себя, своих близких, чтобы вы все жили, и ваши дети, мужья, все родственники. И мы за вас всех-всех-всех молимся, и просим Бога, чтобы это закончилось как можно быстрее. Люблю вас.